Музыка Привет! Скажи всем приветики, Андрюш! Не хочешь? Всем доброе утро! У нас сегодня 25 декабря. Первый день сегодня, Рождества. Вот такая у нас погода. Папа с сыном вышли погулять. Такая у нас солнечная погодка, правда. Конечно, морозно-прохладно, но, наверное, все равно плюсовая температура. Ой, ты умница! Ты уже на большом велосипеде сам едешь. Мой хороший! Сыноль, нравится тебе? Тяжеловато еще, да, Андрюшечка? Малечка! Ну, умница! У нас там пылесос старается, и папа старается. В общем, мы тут готовимся к чаепитию и кофе. Ну, кто что захочет, в общем, мои родители пригласили нас опять сегодня на обед. Пойдем сейчас на обед. Больше кушать, а потом пойдем к нам чай пить. Ребята мои тут стараются. Я тоже. А сынулька там трактор с утра уже свой собирал весь день. Да, сыноль? Мы пришли от родителей. Теперь ждем к себе в гости всех дедушек и бабушек. Приготовили салатки-стол. Коси-няшки. Викусины печеньки. Тут бельгийские вафли у нас. Тут зефирки с русского магазина. Конфетки. Вику с вами шутку будем доедать. И будем, в общем, сейчас пить чай, кофе. Тут часть наша... Небольшая часть наших подарочков. Потом я хочу отдельное видео снять, сделать, если получится. Покажи полициста, что он делает. Он на мотоцикле едет, да? Нет, Андрюша тоже с своими подарками играет. Да, сыноль? У нас камин на телевизоре. Даже дрова трещат. Прикольно. Жаль, что не греет только. Мы все еще ждем гостей наших. Всем доброе утро. У нас сегодня 27 декабря. Праздники закончились. У нас пасмурно. Но осадков нет пока. Вчера мы не снимали весь день. Отдыхали. И, ну, в общем, наслаждались праздником. Гуляли, ходили на улицу. Тепло было. Солнышко было. Плюсовая температура. Теперь будем завтракать и делами заниматься. У меня сегодня выходной. У мужа отпуск. Да, по-моему, 8 января что-то такое. В общем, всем приятного аппетита. Наш папа получил вот такую подарочную карту от Медиамакт. От Викули, по-моему, на 50 евро. Тут не стоит даже. Такая вот карта. Можно все, что хочешь, на нее брать, да? Ну, вроде бы, да. Выбирать можно все, что хочешь. Я готовлю обед. У меня есть вот такие вот ножки куриные. Хочу их замариновать по-быстренькому с картошкой. И немножко с растительным маслом, с приправами, с травами и в духовке запечь. Мальчишки мои уехали в Медиамакт, соседний город. Дочь моя подарила мужу Гучань такой в Медиамакт. В общем, они поехали. Там что-то им нужно купить с сынулькой вместе. Я буду готовить, кушать. Вот такая вот у меня упаковка от Маги. Здесь уже называется розмарин, картофель. Здесь уже розмарин, тимьян, орегано. Я же, по-моему, как-то показывала. Я картошку с немножко растительного масла. Вот так ее порезала и кое-где шкурку счистила, кое-где даже оставила. И буду запекать с ножками. Вот такая вкусняшка у нас получилась. Камера запотевает. Всем приятного аппетита! Всем доброе утро! У нас 28 декабря, четверг. Посмотрите на эту зимнюю сказку нашу. Какая красота! Я каждый день по чуть-чуть снимаю. И потом, наверное, один влог сделаю, потому что сейчас времени особо нет. Сегодня после обеда мне на работу. Да, и праздники были. В общем, так. Из нескольких дней потом сделаю одно видео. Ах, ветер холодный какой. Сынуль, нравится? Снег крустит, да, сынулька? Как вчера. Как вчера? Но вчера не было снега, вчера дождь был. Посмотри на маму, малыш. Сынуль! Как он? Ай, ты хороший. Вчера была в Мюллере. Вот такой вот себе купила. Против ломкости волос такой. Вон да ау в балкур. В общем, чудо такой вот. Чудо курс буду делать. В общем, написано, что сразу же сильные волосы становятся упругие и блестящие. Это для сухих. Вот таких вот ломких волос посеченных. У меня они особо не посеченные, но зимой у всех, по-моему, волосы страдают от холода. Попробуем. Описание понравилось. Посмотрим. Особенно слово вот это вот вунда. Чудо чудесное. Еще хотела показать. Уже купилась. Я парня назад еще никак не ношу. Вот такие вот тапки. Я с них сразу влюбилась. Вы посмотрите на этот мех. Это настоящий вот этот овечий шерсть. Ламфель. Я купила их в Лидле. Вот. Написано ламфель хаушу, домашние тапочки. Написано настоящий мех. Написано очень мягкий для тела, чтобы ножки были теплые. Вот. Верх тоже из кожи. В общем, легкая подошва. Кожа вот такие вот себе. Себе любимые купила я на Рождество. Такие вот тапочки, тапотушки. Может быть, они еще... В нашем Лидле еще есть там. Лежат еще. Не знаю, может быть, кому-то если пригодятся. Я очень рада. Я их померила. И все. Ножка там прям вот тапает. Вот там пушистую мику. Буду носить. Чего вам немножко показать? Наши подарки не все, но так немного. Викуля подарила вот такой вот лего Андрюша набор. Дальше. Ценуля получил вот такую вот классную открыточку. Такая балабошка у нее пушистая. Это от маминой подруги, хорошей знакомой. И еще вот она ему привезла вот такую мишоньку в таком вот красивеньком кулечке. Видно, не видно. Вот такой вот он башлычком. Все такое. Вот посмотрите, тут одежка вся в ручной. Это ремешок, такой ремень. Такой вот у него наряд. Такой он пушистый, очень-очень красивый. Можно его на елку повесить. Повесим потом на елку. Также от нее мы получили вот такой вот декор. Вот такая вот на подставке. Вот такая елочка. Мне очень такое нравится. Открыточка здесь есть. Вот такая вот классная она. С колокольчиками. Можно украшать. Очень классная. Подходит нам как раз в зал. Такая вот декорация. Дальше. Мама моя знает, что это мои самые любимые конфеты еще с России. 20 лет назад, когда мы жили, вот эти фиоретты, именно ну гад. Такие вот они огроменные. Кто не знает, попробуйте. Именно Лин, конечно, все, весь вкусный шоколад. Но именно вот этот вот, это, конечно, нечто. Очень вкусные. Мои самые любимые. Дальше тут Петя был подарок. Викуля подарила ему. Здесь лежал Гудшай Медиамарт. Дальше от моей мамы вот такой вот сыненький. Большой такой вот тоже пушистик настоящим шарфиком. Такой вот красивенький олененок. Кулечки он лежал в таком классном. Дальше здесь тоже мои родители и сыненьки подарили такой набор. Дальше вот такие вот моя. Викуля мама нам подарила. Мне и Викуля одну. Открою, покажу. Не знаю, сколько будет цвет передавать. В общем, Викуля, конечно, я ей сказала, что она сама брала вот такую вот темную. А я себе вот эту вот. Такая классная помада. Спасибо большое. Дальше Викуля мне подарила. В общем, сколько я не говорила. Дочь моя не умеет делать дешевые подарки. Вот такой вот набор. Мне подарила она. В общем, конечно, я очень рада, но... Подарки, конечно, очень дорогие. Дальше вот такой вот парфюм и маскар. Такая вот тушь, такой вот набор. Спасибо большое, конечно, доченька. Очень я рада. Ну и что еще я хотела сказать, что, в общем, с родителями так договаривались, что и с моими, и с мужем родителями, что никто никому ничего не будем дарить. У родителей все есть, у нас тоже все есть. Но родители, конечно же, дарят конверты всем. И мои родители, родители, муж, спасибо всем огромное. А мы чисто символически какое-нибудь хорошее вино дедушкам дарим с горьким шоколадом. Как бы и коньяк. Ну и бабушкам какие-нибудь сладости. Вот, потому что, как бы, совсем с пустыми руками, конечно, это некрасиво, но вот так. Тут я особо заострять на это внимание не буду. В общем, тут для папы нашего еще такие маленькие всякие разные подарочки. Дальше, как я уже говорила, Викуля не может нам дешевые подарки. Не хочет, не может делать. Вот от Райф Лорен подарила сынульке. Вот такой вот полу. Такой вот красивый цвет. Он еще большеватый. Дальше хочу показать родителям моей сынульке. Вот таких вот два конструктора подарили. Один вот такой вот. И еще где-то коробка. Да, и вот такой вот классный. Они деревянные. Вот они уже тут с папой конструируют, мастерят. В общем, все, что угодно можно собирать. Мы давно уже такие хотели. Вот такие вот конструкторы. Дальше Виккин друг подарил сынульке вот такого вот полицейского. Он едет. Я уже заснимала. Не знаю, получится выставить или нет. Он там делает звуки и мигает. В общем, такой вот полицейский. От нас мы подарили вот такой вот трактор. Этот, что он делал. Он тут полностью разбирается. Дальше мы подарили вот такой вот короб с Лидла. Закупаться. В общем, в магазин будем играть. Такой вот короб. Стоил он всего лишь 5 евро. И тут все, что угодно. Конфетки, кофе, порошки. В общем, комплексы. Все, что угодно. Вот такой вот короб прикольный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Моя небольшая закупка с магазина Лиду. Я взяла вот такой вот нарезку. Такую вот птицы Гифлюгель. Мартаделла здесь с паприкой, колбаской. В общем, всякие разные. Стоил 99, уценили до 69. Две штуки я взяла. Дальше с Делюкс была такая коллекция. Такие макарушки итальянские были. В общем, они стоили 1,39. За 97 я взяла две упаковки. И вот такие вот также стоили. 500 грамм. Вот эти вот так вот называются. А эти... Ну да. Такие вот. Крутные. В общем, сынульки опять взяли мы на Сильвестр, на Новый год. Шампанское. Вот такое персиковое. Ну, как сачок. Ему понравилось. На Рождество он первый раз пил. 1,49 стоило. Дальше я взяла миль, хрязь шоколадный был, уцененный. Он еще до 2 января. У него срок годности вместо 29 центов стоил 20. Сынулькин, любимый Путин. Первый раз я его купила, чтобы он был уцененный. 79 на 55. Четыре штучки там. Дальше купила вот такие вот были фигурки. Замальфигурн. Там вот такие вот. У нас уже есть несколько штук. Ну, постоянно мелочевка куда-то теряется, куда-то девается. В общем, вот такие вот разные фигурочки. Они стоили 79 центов одна. Может быть, на Новый год положим еще что-то, какую-то сладость. Или просто так отдадим на Новый год. Небольшой такой подарочек. Дальше кедровые орешки. Здесь небольшие упаковочки такие. 50 грамм всего лишь. Сынулька очень любит. Бабушка его приучила, моя мама, в кашу. Немножечко сыпну в кашку. Полюбил, сынулька, вот такие вот колбаски. Такие вот мини-колбасочки. Что красное все, моя камера показывает. Такие вот здесь 100 грамм. Они как докторская колбаска. Такие вот похожие. Дальше я купила вот такие вот вакуум. Ауфбиварунгсботель. В общем, вакуум. Пылесос подсоединяется, вытягивается, складывается что-то. Постель или одежда какая-то. И, в общем, вот так вот пылесосом все вытягивается. Воздух и как вакуумируется. В общем, написано 75% шпарится место. 2,99 стоили. Здесь, в общем, две штуки. По 60 на 100. А здесь один такой большой. Он 90 на 120. В общем, я два такие, два такие сделала. Одна упаковка стоит 2,99. Девочки, пожалуйста, кто-то, если пользовался, напишите, расскажите, что это вообще удобно, неудобно. Не знаю. Я давно хотела такие. Вот купила, не знаю, хочу попробовать. Но, в общем, поделитесь. Кто-то, если уже пользовался. Как, хорошие? Нет, нехорошие. В общем, как? У кого какое мнение? Интересно. Еще я в Лидли купила немного фойерверка. Вообще не хотели у нас. Как бы не любители никто. Ну, Виктория, когда меньше была, мы покупали. Но в этом году Сонолика сказал, хочу ракеты пускать. В этом году Сонолика сказал, хочу пускать ракеты. Ну, в общем, мы не такие взяли ракеты, а такие, которые зажигаешь один раз и отойдем подальше. Они будут стрелять. В общем, один раз их поджигать. В общем, вот такой вот Лиза. 70 секунд он, значит, горит. До 3 метров стреляет. И, да, стоит он, сейчас секунду, я скажу, 2,99. Дальше вот такой вот Уранус. Он стоит 6,99. Он, значит, здесь 83 раза стреляет. 45 секунд и до 60 метров в высоту. Дальше взяли вот такой вот Ocean. Ocean of Lights. Он стоил 5,99. В общем, девочка мне подсказалась. Одно разговаривала, тоже она говорит, мы брали в прошлом году. Тоже мне мальчику уже, наверное, 7 или 8 лет. Говорит, тоже не сильно громко он стреляет. И, в общем, не боялся. Он тоже один раз зажигать. Он, как фонтан такой, в 2 метра высоты. 2 минуты горит. Вот. В общем, вот такой вот. И такие вот огромные свечки взяли за 1,99. Вот такие вот. Тифундуакетсы. Как они назывались? Менгальские огни, да? Менгальские огни называются 5 штук. Здесь 1,99. В общем, написано 5 минут они горят. Вот такие вот. Вот это все вместе стоило 7,96. Вот. Еще хотела сказать, девочки и мальчики, вот этот вон Векко. Фойерверк. Он именно сделал в Германии. Очень классный. Вот именно вот эта вот фирма Векко. Мы уже годами, ну, практически всегда покупали в Лидле. И от многих местных немцев я слышала, и от русских. В общем, качество очень хорошее. Могу только посоветовать. Вот. Вот так вот Векко называется. Ну, в Лидле, по-моему, он весь от Веку этот. Так что присмотритесь. Такая небольшая закупочка. На этом буду заканчивать свой влог. С их наступающим Новым Годом еще раз. Всего самого замечательного. До следующих видео. Пока-пока. Жаль, ничего не видно. Хотела поснимать. У нас снег шел весь день. Не весь вечер. Да, не видно практически ничего. Ну, в общем, все засыпало снегом. Завтра с утра опять будем снег расчищать. Так вот. Все в снегу у нас. Все в снегу у нас.